добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить об отверженности как он действует вернее сегодня я хотел бы сказать вот куда нацелена атака этого демона вопрос не в справедливости вопрос даже не в душевности и не во взаимоотношениях основное главное мощное целевое послание этого духа состоит не в том чтобы сказать что человек плохой или хороший или мы хорошие он плохой ли ты подходишь или ты компетентный и так далее вообще речь не об этом хотя эта риторика всегда присутствует она знаете как елочная мишура украшающая елку скрывающая по большому счету своим блеском истинную сущность елочки так вот елочка является цель духа отверженности если мы говорим о духе отверженности который действует вообще то его основное послание оно звучит примерно так ты никому не нужен ты не нужен нам ты не нужен здесь ты не нужен там ты вообще никому не нужен это поражает дух это поражает сердце это лишает человека воли к сопротивлению и дьявол приходит и он начинает тогда захватывать абсолютно все сферы жизни я считаю что отверженность это такой знаете диверсант дьявола который приходит и он говорит ты никому не нужен за тебя вообще никто не заступится тебя больше никто не любит никто это слово она постоянно звучит и как только человек он начинает верить любые слова любого человека они даже могут быть позитивными направлены на созидание твоей жизни они будут восприниматься именно так вышла ведь мелкие интонации ты будешь обращать внимание не на суть послания ты будешь искать подтверждение вот этой мысли которую дьявол посеял в твое сердце ты никому не нужен но когда мы говорим с вами о духе отверженности который действует церкви у него практически то же самое послание но она немного изменено вернее даже не изменено а к нему что-то добавлено в церкви елочкой вот этим центром на который навешано много правильных и хороших слов является послание во-первых что ты никому здесь не нужен а во-вторых более мощное и более глубокое послание ты не нужен богу бог за тебя не заступился если это тело христово если церковь этот бог во плоти если вот эти все люди которые кричат в голос что не имеют взаимоотношения с богом но они меня не принимают любая моя ошибка любое мое падение воспринимается в штыки в агрессивно не дают понять что здесь не нужен что мне здесь не место то они выражают волю бога и вот эта ассоциация знаете когда мы мы являемся зеркалом христа да мы отражаем его славу мы с вами называя себя христианами мы от лица христова обращаемся к миру каждым словом каждым поступком когда приходит человек и мы не христовы качество демонстрируем то для этого человека не только мы это выражаем но и христос поэтому может быть нам стоит быть более внимательными к тому что мы говорим и как мы поступаем а для тех из вас кто подвергается этому действию и в честь сердца дьявол уже посеял вот это послание что бог тебя не любит это ложь однозначно ложь я говорю это как человек в чье сердце сеяли это послание причем делали это пасторы епископы которые говорили мне и прямым текстом и всяческими другими способами что я тот человек которого бог не любит и все что не делает они делают это по воле божьей и я верю я верю я много проводил времени в депрессии думая что если это люди божьи говорят это то возможно так и есть и мою дел от и все что я делаю не от господа но всякий раз когда я это делал приходил иисус и говорил я не посылал их тогда я начинал злиться на них какие же они христиане и потом я находил те же вещи в собственном сердце дорогие друзья человек никогда не может выражать полноту истины боль только один источник является абсолютным истинным выражением воли божьей это его слова обратитесь к нему и вы увидите там слова любви поддержки и принятия и перестаньте слушать людей которые по каким-то причинам стали открыты для демона и и Субтитры сделал DimaTorzok